На прошлой неделе, и я знаю, что это слово изменит ваше мышление, поэтому принимайте с открытым сердцем, слушайте, записывайте, потому что все, что не надает, обычно четко, ясно, понятно, прямо вот, чтобы каждый из вас взял эти вопросы. И снова здравствуйте. Меня в прошлое воскресенье очень впечатлила проповедь Галины, я очень благодарна ей, я благодарна Богу за то, что Он заправляет нас. Я сидела и слушала ее, и я понимала, что она говорит даже те же откровения, которые были у меня. То есть это говорит о том, что Бог приходит лично, и Он проговаривает такие вещи, которые Он хочет, чтобы церковь услышала. И очень много я стала размышлять, я вижу, как это проявляется, и у каждого члена церкви то, о чем говорил сегодня Евгения, пришло новое понимание. Приходит понимание в разных направлениях, приходит понимание в разных каких-то моментах, и та честность, о которой она говорила, Бог хочет, чтобы мы были честными. Бог хочет, чтобы мы понимали то, для чего Он нас создал, Он хочет, чтобы мы понимали то, для чего Он сотворил вообще все это на этой земле, и как нам этим пользоваться. И мне очень понравилась эта история, она говорила, я говорю о Галине, она говорила простые вещи, те вещи, с которыми мы все сталкивались. Тот же самый взрыв, после которого произошла жизнь. Я вспомнила историю, я изучала тоже биологию, когда готовилась к экзамену, я изучала вопрос создания, почему-то мне было вот очень интересно. Я уже в то время читала Библию, ну вот, читала, но не понимала, но я понимала, что Бог там что-то творил, Он создавал Вселенную. И тут вот эта история со взрывом, когда были какие-то эти моллюски, потом они стали развиваться, потом получился человек, и мне попался на экзамене этот вопрос. История создания Земли и вообще человечества. И так как я очень сильно и подробно его исследовала, я все написала отлично. Причем даже вот эти вот там названия какие-то были непонятные, я постаралась их найти, фотографическая память есть, я это все сфотографировала, и как там было изложено, все это написала. И мне учительница сказала, у тебя все здесь написано на отлично, но я ставлю тебе 4. Представляете, выпускной экзамен, да, 5 класс? Я говорю, а почему 4, если у меня все отлично написано? Она мне сказала такую вещь, я тогда этого не поняла. Только до, ну вот сейчас до меня это дошло, она мне сказала, да потому что ты в это не веришь. И у меня была в этой стадии 4 по биологии, потому что я не верю в создание вот этого. Вселенная из-за вариантов. И теперь я понимаю, Бог тогда уже людям давал это понимание, что Он создал Вселенную, что Он сотворил. И очень много было раньше фильмов про войну. И там мы видели, что происходит после взрыва. И никак не могла произойти жизнь, вот такая жизнь, какая сейчас, где все устроено. Никак не мог получиться человек, у которого идеально все в теле, все процессы гармоничные. После какого-то взрыва не могло такого произойти. И очень важно нам понять, что нужно что-то делать с нашей головой, с нашим мышлением. Потому что Бог нам уже все дал. Бог уже все дал, Он все приготовил для нас. Но мы не можем войти в эту жизнь. Как тот народ, который ходил по пустыне 40 лет. Он ходил, 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 ходил. Его вывели уже оттуда, из рабства. Но Он не мог принять что-то другое. Он не мог принять вообще другую жизнь. И они говорили, что лучше бы нам там остаться, чем нам ходить вот здесь. И я занимаюсь массажем уже 10 лет. И я знаю, что когда у человека какие-то проблемы в теле, эти проблемы исправляешь, а потом человек неудобный. Он всегда привык горбиться. А ему спину поправили, ему теперь неудобно ходить прямо. То есть вот непривычно. У него организм не настроен на это. И вот эти люди, они ходили в пустыне. Они были на свободе, но им было там неудобно. Им хотелось пойти обратно в рабство. И мы живем, честно говоря, в рабстве. Да? Почему? Потому что мы не понимаем. Мы слышим про мысли. Мы слышим на энканках. О том, что Иисус для нас все сделал. Он заплатил за нас. Он забрал все немощи, он забрал все болезни, он забрал все проклятия. Но мы не понимаем, что это значит. Мы не понимаем, как это вообще применять в жизни. И я 5 лет уже изучаю эту тему о кресте и о крови Иисуса Христа. И хочу сказать, что кровь, она омывала нас от грехов. А крест освободил нас от греховной натуры. Это духовные вещи. И нам очень нужен Дух Святой, чтобы понять. Потому что своими мозгами человеческими, плотскими, мы этого понять не можем. И нам нужно, чтобы это слово, которое Бог оставил для нас, оно раскрылось. Если мы не верим в слово, если мы не верим в Писание, то мы не работаем. И подумай над тем, что ты думаешь. Ты думаешь, что рану Иисуса ты исцелен? Действительно ли ты так думаешь? Веришь ли ты в это? Несколько лет назад мы ездили на Украину. И я не слышала всего разговора. Проводительница разговаривала с двумя ребятами. И я услышала одну фразу. Знаете, украинские женщины так интересно разговаривают. Они вкладывают туда всю душу, смыслами. В каждом слое есть смысл. И она сказала, ну что ж вы так по-другому думаете? Для меня вот это стало метафой. То, как мы думаем. Вот как-то мы так вот думаем, что о Бог так не думает. И Исайе 55, 8. Мы читаем. Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои, выше пути ваши. И мысли мои выше мысли ваших. То есть небо и земля. Это вообще разные вещи. То, как думает Бог, и то, как думаем мы, это абсолютно разные вещи. И хотела бы для понимания такой пример привести. Мы поехали. Давно это было. Ребенок был еще маленький. И мы собрались ехать на природу на три дня. На ческами. И вы понимаете, что значит для мамы собраться в лес с ребенком на три дня. Я стала собирать для ребенка вещи. Если будет тепло, не вещи. Если будет холодно, другие вещи. Если будет не очень холодно, еще нужно что-то. Если будет не очень тепло, если там комары, если нет комаров ночью, днем, вечером. И вы понимаете, сколько вещей я набрала. Потом я для себя вещей набрала также, если тепло, если холодно. Потом нужно для мужа вещи взять. Нужно взять домик, где жить. Нужно взять то, что туда положить. Нужно взять что поесть, из чего поесть. Вы понимаете, сколько вещей я набрала. У нас была машина, и я все это несу, 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 и Дима говорит, куда это все? Будем закладывать. Вроде все необходимое, еще потом прихватила с собой пакетик, на колени положила, потому что это тоже необходимо. И я мыслила не так. И он у меня спрашивает, куда это все совать, и у меня непонимание. Говорю, ну у нас передний багажник-то свободный, а у кого-то туда все? И знаете, как робот, вот в фильмах робота, который что-то не понял, у него сбой программы, задымилось. Я смотрю на него, он не понимает, что за передний багажник. А я на него смотрю, и я тоже не понимаю, почему в пустой багажник вообще не засуну все, что нужно для ребенка, для семьи, чтобы нам там три дня пожить. И вот таким образом мы мыслим. Мы мыслим так, а Бог-то думает иначе. Он приготовил для нас что-то большое, что-то вот все продумал, а мы не можем понять. Мы не можем разобраться с этими вот багажниками. У моего папы просто не было машины, я не знала, что там в переднем багажнике, там двигатель еще, неизвестно чего, для чего, и все, больше занято. И вот мы не понимаем то, что Бог хочет дать нам. Вот нашим разумом мы не понимаем. И в последнее время я очень близко стала общаться с Духом Святым. Я, раньше я просто не понимала. Мы когда пришли в церковь, пастор нам дала книгу «Доброе утро, Дух Святой». Я ее почитала, почитала. Потом еще мы у Алексея спросили. Он первый, у нас очередь была, одна книга на сел. Спросили у Алексея, что как там, вкратце расскажи, пока уже хочется знать, уже хочется жить, так он сказал. Ну надо каждое утро просыпаться и говорить «Доброе утро, Дух Святой». Интересно, поможет мне отливать просыпать «Доброе утро, доброе утро». И вот сейчас только до меня дошло. Вот это вот понимание, оно оживилось внутри меня. Что Святой Дух, Он дан для того, чтобы вообще всегда рядом быть. Чтобы ходить за Бананом. Чтобы ходить вообще с Ним. Для меня был пример наш, что Мара Алексеевна. Это человек, который всегда на связи с Богом. И одно время, я думаю, я буду как Елисей, наверное, скоро попрошусь к ней домой, с ней жить. И мне надо вообще это помазание. Мне надо, чтобы Бог действовал в моей жизни так, как действует в ее жизни. И знаете, это помазание, оно пришло. И теперь я знаю, как это делается. И я хочу, может быть, для кого-то я буду примером, чтобы ты захотел, чтобы Дух Святой в твоей жизни, Он начал тоже так двигаться. Он желает этого. Главное, чтобы ты понял и открылся. И знаете, Мария, когда к мне пришел ангел и сказал, что ты зачнешь в очереде, она не понимает, она спросила, как это будет. Ангел ей ответил, Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Я думаю, что она вот поняла все, до процентов, как это произойдет, потому что она ее еще больше не поняла. Лучше бы вообще не спрашивать, да? Она поверила. Она сказала, будет мне по словам твоим. То есть она приняла. И очень важно тебе научиться принимать слова Божьи. Мы очень много хотим чудес, мы хотим исцеления, мы не понимаем, как это может быть вот так, раз, и все, и получилось исцеление. Если мы примем слово Бога, если мы примем свой дух, то у нас будет это происходить. У нас будут происходить эти чудеса. И то, о том, как мы размышляем. Артур говорил, что он знал, что нужно прославлять Бога и просить. И это правда, нужно прославлять Бога и просить. Но у него немножко, вот у многих из нас, да, он говорил о себе, но мы все так делали, может быть, еще и делаем в каких-то местах, что мы неправильно расставили приоритеты, нам нужно больше прославлять, нам нужно больше общаться с Богом и потом попросить. И недавно тоже я поняла, что человек, он состоит из духа, души и тела. Или как, ну, обычно говорят, человек состоит из тела, души и духа, потому что дух мы не видим, мы видим тело. Когда заходит человек, мы видим, что вошло тело. Но дух святой обратил мое внимание на то, что человек — это дух. И в Бытие, 2 глава, 7 стих написано, что «Дунул дыхание жизнь и стал человек душой живой». В еврейском переводе написано, что человек стал другим говорящим духом. Говорящим духом, подобным Богу. То есть у нас есть это в духе заложено, эта способность быть говорящими духами. То есть Бог творил вселенную, Он сказал и стал, и потом Он увидел, что это хорошо. И вот у нас есть эта способность говорить и станет так. И потом мы увидим это в реальной жизни, мы увидим это в нашем физическом измерении. Но говорить надо начать в духе и принимать откровение в дух. Пока мы не приняли откровение в дух, оно остается где-то в нашем разуме. И я хотела показать такой пример, как мы берем какие-то обетования Божьи. Находим подходящее слово из Библии по нашей ситуации. И мы начинаем говорить, говорить, говорить. Мы говорим своим языком и мы говорим разумом. Потому что так сказал пастор. Когда мы ездили вместе с ней на поляну, она говорит, что солнце, днем солнце не поразит меня, ни луна ночью. И она никогда не обгорала. Мы с ней лежали рядом на поляну. А ты? Было одно солнце, была одна температура. Она была не обгорелая. У меня облизала кожа. Почему? Многие сказали, я получила это откровение, днем солнце не поразит меня. Ладно, хорошо, я кожу получу. И вот я лежу, днем солнце не поразит меня. Днем солнце не поразит меня. Вот так вот я беру эти луны и клею на себя. Везде клею. Много клея. Надо много раз говорить, чтобы не поразило. Но у меня была немножко еще другая проблема. Меня еще луна беспокоила. Потому что когда было луна в луне, тогда я была активна, я могла не спать ночами, я до 4 часов, потом 2 часа посплю, мне хорошо. Но когда луна убывала, я спала и днем, и ночью. У меня не было сил. Я стала понимать, что мне нужно другое откровение. И я получила его в дух. И оно начало работать. Причем меня только луна не стала прожать, меня и солнце не стало прожать. То есть когда твое откровение, оно пройдет в твой дух, когда эта мысль, это слово Божие, оно вживится в тебя, у тебя будут происходить изменения. Твой разум, он обновится. И то, что вот эта вот довершенная сфера, которая не работает, нам это абсолютно не нужно. Потому что Бог все духом творил. И нам нужно вот эти откровения, эти мысли вживлять в свой разум. И в конце я покажу пример, как это происходило со мной, как происходило вживление мысли. И что же нам теперь делать? На прошлом служении мы разрушили это проклятие превратного ума. Это проклятие, которое было на нас, которое пришло на нас, мы его разрушили. Но теперь нам нужно что-то продолжать делать со своими мыслями, что-то нужно продолжать делать со своим мышлением, с тем образом мышления, которое было у нас. Написано, что Иисус освободил нас от судьбного образа жизни, переданного от отцов. То есть все, что было там у наших родственников, какие-то традиции, какие-то привычки, ложные верования. Вот верят, а почему так они не знают, потому что бабушка верила, потому что дедушка верила. И это все остается, это все мешает нам принять Божье благословение. А пока у нас этого нет, мы не можем дать людям ту полноту, которая есть в Иисусе. Нам нужно всем в полноту Иисуса, в полноту возраста Христа написано. То есть в Нем есть вся полнота. И нам нужно тоже быть полнотой, чтобы давать людям. Если у нас есть много, то мы можем и дать много. И давайте посмотрим Иеремия 1 глава с 5 по 10 стих. Здесь я хотела бы на глаголы обратить ваше внимание. Там написано, что я поставил тебя пророком над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Это слово мне уже давно проговорил Бог, но я начинала размышлять над ним. И я не понимала, что нужно разрушать, кого нужно губить, что нужно искоренить, что нужно потом насадить. И вот сейчас пришло это понимание, потому что я спрашивала у Бога, я спрашивала у Святого Духа, почему не работает то, что сделал Иисус на кресте. Почему это не работает в моей жизни, почему это не работает в жизни других людей. И Он мне ответил, что нужно думать по-другому. И однажды я получила такое слово, я проснулась с этой мыслью в голове, что ты думаешь, что ты так живешь. То есть от твоих мыслей, от того, что ты думаешь, соответствует твоя жизнь. И нам нужно изменить ход своих мыслей, изменить свои мысли, чтобы наша жизнь поменялась. И я стала в словарях смотреть, искать значение этих слов. Слово искоренять, значит вырывать с корнем. То есть нужно вырвать с корнем то, что не насадил Отец Небесный. И то, что пришло к нам от родителей, то, что пришло к нам от учителей, от тех людей, которые были в нашей жизни. То, что пришло к нам из телевидения. Все вот это ложное нам нужно искоренить. Искоренить, чтобы вообще не осталось следа. То есть убрать с корнем, вырвать полностью. И то, что Отец Небесный насадил, чтобы у нас только это было. Потому что это истинное. Потому что это не ложное. Следующий глагол — разорять. Значение — опустошать. Лишать достатка, ввергать в первость. Что мы можем опустошить? Опять же, наше мышление, наши мысли. Я спрашивала у Святого Духа, почему ты не даешь откровения? Я прошу у тебя откровения, люди просят у тебя откровения и понимания, но ты не даешь. И он мне ответил, что очень много внутри уже занято. Уже много ваших мыслей. Уже много вашего понимания. И вот это откровение от Святого Духа, оно просто туда не вмещается. И нам нужно опустошить свой разор, для того, чтобы принимать Божье Слово. Следующий глагол — губить. Уничтожать, приводить к гибели, наносить непоправимый вред. То есть нам нужно уничтожить все привычки. Все какие-то убеждения, все твердыни в нашем разуме. Ограничивающие убеждения, которые не дают нам вообще двигаться, не дают нам развиваться. У нас какие-то рамки наставлены. Нам говорили, это нельзя, это невозможно, это не получится. И мы поверили в это. И мы стали с этим жить. И мы стали говорить своим детям, что у тебя тоже этого не получится. Потому что я-то знаю, я 40 лет прожила, и я знаю, что у тебя это не получится. У меня не получилось, у папы моего не получилось. Нам нужно убрать вот эти вот все значки стоп. Все значки невозможно. Все эти вот какие-то, знаете, у многих людей внутри как такие трансформаторные будки, где черепушка зачеркнула вообще не влезай туда, убьет. Вот, потому что, ну, несуйся туда, потому что так было и так будет оно. Но у нас есть Бог, у нас есть Дух Святой. И мы можем залезть туда и все это разорить, искоренить. Мы можем разорить вот эти вообще неверные какие-то мысли. Все, что мешает нам жить. Следующий глагол — разрушать. Приводить в полное расстройство. Препятствовать осуществлению. И расстраивать. Обычно в молитве мы расстраиваем планы замыслов Гукавого, чтобы они не состоялись в нашей жизни. Потому что у Него на нас тоже есть свои планы. Потому что Он хочет, чтобы наша жизнь, она не состоялась. Чтобы мы были маленькими, ничего не значащими, ничего не смогли сделать. И у нас есть сила, чтобы мы могли разрушить вообще все эти планы. Потому что Иисус на кресте уже все сделал. Он разрушил. И теперь нам нужно самим потрудиться. Нам нужно самим поработать над собой. Со Святым Духом. Когда Бог создал Адама, Он еще не познал добра и зла. Он еще не вкусил этого плода. Он был полностью зависим от Бога. Он ходил, и написано, что про хадь дня они общались. И вот Бог Адаму рассказывал, как что делать. Как что вообще здесь устроено. И нам надо научиться вместе со Святым Духом. Когда пришел грех, тогда уже Адам был отрезан у Бога. И он начал своими путями ходить. Он начал своими мыслями мыслить. И сейчас нам нужно вернуться в это состояние. И читала одну историю, где верующий человек очень много тоже изучал. Очень давно он был с Богом. И однажды он смотрел просто на природу. На прошлом служении мы смотрели, да, вот эти вот картины природы, этого прекрасного мира, который Бог создал. И он смотрел на это творение Божие. И воскликнул, о Боже, я мыслю вслед за Твоими мыслями. Нам нужно научиться мыслить вслед за мыслями Бога. Не своими мыслями. Потому что только Он знает, только Дух Святой может подсказать тебе, как и что делать. Куда тебе пойти? Кто тебе может помочь? Что тебе не нужно делать? Самое важное настроиться на голос Святого Духа. И слышать его. И затем еще идет два глагола. Это созидать и насаждать. Созидать – синоним этого слова. Создание, творчество и сотворение. То есть когда мы все вот это вот почистили, свое сознание, свой разум, свое мышление, теперь мы можем насаждать и созидать. То есть творить. Творить совместно со Святым Духом. Здесь написано «Сотворчество», «Сотворение». Только со Святым Духом мы можем сотворить то, что будет работать, то, что будет полезно для нас, то, что будет полезно вообще для тех людей, которые находятся рядом. Аминь, аминь. И очень важно найти вот эту вот зону доступа со Святым Духом. Потому что Святой Дух, он не говорит там, где негатив. Его невозможно услышать, когда ты злишься. Его невозможно услышать, когда ты растрайнишься, когда ты мыслишь о чем-то плохом. Когда твой разум, он чист и свободен. Когда ты пришел в покой. Хотя у тебя, может быть, какие-то проблемы есть. У тебя есть, что беспокоит тебя. Но если ты пришел в покой, отсоединился вообще от этого, ты тогда услышишь голос Духа Святого. И он подскажет тебе, что нужно сделать. Он подскажет тебе, как ты думаешь. И зачем ты думаешь так. И откуда это пришло в твою жизнь, что ты так думаешь. И я хочу сказать, что очень интересно общаться со Святым Духом. И очень интересно познавать жизнь вместе со Святым Духом. Потому что он знает намного больше. Намного больше того, что может дать пастор. Намного больше того, что могут дать служители. Намного больше вообще, что может дать энциклопедия какая-то. Дух Святой знает про тебя все. И только Дух Святой, Он может тебе помочь сотворить эту жизнь. Я рассуждала над тем, что почему люди не исцеляются. Если есть какая-то проблема в теле. И когда училась учитель по неврологии, нам говорят, что все болезни идут от нервов. Одну сестру учила, я говорю, если забудешь, как молиться, говори аллилуйя. Вот этот момент пришел, аллилуйя. Мысли я потеряла. Почему люди не исцеляются? Да, все болезни от нервов. То есть все болезни от наших мыслей. От нашего беспокойства. И вот эта болезнь, она подкрепляется энергией мысли. И если есть какая-то опухоль в теле. Если есть какая-то киста. Ну какая-то болезнь вообще в теле. И ты перестаешь мыслить так, как ты мыслил раньше. То у этой опухоли больше нет силы. У нее нет питания. И происходит исцеление. Если приходит это в твой дух, то ты будешь исцелен. И не давать пищу вообще бесам. Не давать пищу. Не размышлять вот об этом негативном. Не принимать во внимание то, что невозможно. В Библии очень много раз написано, что Бог спрашивает у человека, есть ли что невозможно для Господа. Я размышляла, почему Бог спрашивает, тоже знаю. И очень важно, какой ты дашь ответ. Есть ли что невозможно для Бога в твоей жизни. Если для тебя невозможно, что Бог исцелит, то этого не произойдет. Если ты соглашаешься, что будет мне по слову твоему, то исцеление, оно придет в твою жизнь. И очень важно нам понять, что обновление мышления, вот этот весь процесс, вот эти все шесть глаголов, губить, разрушать, искоренять, разорять, созидать и наслаждать, это процесс обновления мышления. Бог говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать вам, что есть воля, благая, угодная, совершенная. То есть нам нужно обновиться, обновить свое мышление, чтобы понять волю Бога, чтобы понять, что в машине спереди нет багажника, чтобы понять, как вообще, что здесь устроено на этом свете, чтобы понять, как ты устроен, и что нужно делать, и как нужно жить. Давайте посмотрим Матфея 4,17. Для чего нам нужно это делать еще? Матфея 4,17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. В расширенном переводе слова «покайтесь» записано, «измените свой образ мыслей, мышления, и возненавидите прошлые грехи». Когда Бог говорит свое слово, Он вкладывает смысл определенный. Когда мы говорим, каждый говорит до слова. Мы можем за одним словом, у нас стоит много смыслов, для каждого человека свой смысл. И слово «покайтесь» раньше я понимала, как признать свою вину. Признать вину, раскаяться Богу, прости, был неправ. Но покаяться – это означает изменить образ мыслей, изменить свое мышление. Для чего? Потому что приблизилось Царствие Небесное. И вот в этом Царстве мы ничего не сможем понять и получить, если мы будем мыслить по-старому. Поэтому нам нужно обновить свое мышление. Нам нужно мыслить иначе, мыслить по-другому. Своими мыслями мы творим. Мы творим картины мира, картину своей жизни. У каждого из нас есть своя картина жизни. А у Бога для каждого из нас есть своя картина жизни. И эта картина, она прекрасная. Эта картина, она очень красочная и яркая. Но то, что пришло к нам, опять же, от наших поколений предыдущих, это, знаете, какие-то серые краски, грязные краски и некрасивые краски. Когда ребенок маленький начинает рисовать какими-то черными тонами, то его ведут к психологу, разбираются, почему это так. И вот наша картина, не знаете, похожа на халяку-маляку. Вот как могли, чем могли, то и нарисовали. И Бог, Он хочет, чтобы твоя картина, она стала яркой. Чтобы твоя картина, она соответствовала с Его картиной. Чтобы Его мысли с твоими мыслями, они начали совпадать. И чтобы мы мыслили вслед за мыслями Бога. Я хочу сказать, что это реально. Я хочу сказать, что Иисус для этого уже все сделал. И Дух Святой Он дан нам. И самое ценное, что есть у нас в этой жизни, это не золото и не серебро. Это Святой Дух. Я верю, что потихоньку и помаленьку наш разум обновится. Он уже начинает обновляться. Иногда, знаете, вроде какие-то простые мысли приходят, но он начинает голова трещать, потому что они туда не вмещаются. Потому что я так раньше не думала. Потому что я раньше вообще так не размышляла. Но Дух Святой, Он дает эту способность. И наш разум, Он вообще безграничный. Самый лучший компьютер, Он не сравнится с нашим разумом. Потому что наш разум, Он может намного больше того, что может машина. И вместе со Святым Духом мы сможем сотворить свою жизнь и жизнь окружающих людей совсем другой. Совершенный, красивый. Я думаю, что очень многие люди, они хотят этого, но они не знают как. И вот это время, оно наступило. Бог дает нам эти мысли, Он дает нам это понимание, Он открывает это для нас. Вот это Божья картина, это Божья реальность. А Твоя картина, ту, которую Ты нарисовал, это Твоя реальность. И для Бога нет ничего невозможного. Но в нашем разуме стоят какие-то ограничения, в нашем разуме стоят какие-то рамки. И вот эта реальность, она отличается от Божьей. Есть Божья реальность, это Царство Божье, есть Царство Мира. Та реальность, которую мы создали, которую создали нам. Чтобы Ты увидел реальность Божью, мы молились в прошлый раз. И духовные глаза, они открываются. Я верю, что по молитве служители открываются духовные глаза. И на этой неделе Ты мог увидеть много чего с того, что раньше Ты не видел. И Дух Святой, Он каждый день рядом с Тобой, чтобы изменять Тебя. Потому что у Него есть задача быть вместе с Тобой. Потому что Иисус умер для того, чтобы Святой Дух пришел. И мы имели эту благодать, мы приняли эту силу, чтобы жить новой жизнью. На кресте был решен этот вопрос греховной нашей плотской натурой. Мы прошли через крест. Мы еще будем изучать эту тему, потому что эта тема, она очень глубокая, она многогранная. И эта тема, она духовная. Потому что просто так понять, в Библии написано, что нужно, кто войдет в Мною, Иисус говорит, кто войдет в Мною и выйдет, тот жизнь вечную найдет. И как вот это вот можно? Что значит? Пройдет, выйдет, куда войдет? Что значит? Я есть дверь. Вот над этим нужно размышлять. Я верю, что Дух Святой, Он открывает это постепенно. И нужно быть вот Духом, говорящим Духом, а не просто Телом. Нужно из Духа начинать творить свою жизнь. Аминь. Аминь. То, о чем сначала говорила Людмила Евгеньевна о золоте и серебре, что у нас этого не будет, у нас этого не будет, пока мы не изменим свое мышление, пока мы не настроимся вообще на мысли Бога, и не будем употреблять это все во плаве. Иисус умер и воскрес для того, чтобы у нас было обеспечение. Он умер и воскрес, чтобы у нас было исцеление. И мы все это примем с правильным разумом, с правильным пониманием. Аминь. Аминь. людей есть понимание богатства, что это финанс. Если человек богатый, значит у него есть много денег, значит у него есть машина, значит у него есть дома и дальше ничего предположить не может. Но богатство имеет, вот слово богатство, за ним какой-то смысл, да, вложим? Слово богатство означает изобилие и полнота во всем, не только в финансах, изобилие и полнота в здоровье, изобилие и полнота в отношениях, в отношениях с детьми, с родителями, с мужьями, с женами, отношения вообще в церкви, богатство и полнота, изобилие. Если тебе не хватает общения, значит ты бедный. У тебя миллион может быть на карточке, но ты бедный, если тебе не достает общения. Если тебе не достает отдыха и мира, то ты бедный, потому что Иисус, Он дал нам мир, Он дал нам покой. И если ты беспокоишься по мелочам, по пустякам, то ты бедный. Богатство оно и в мыслях, оно и в финансах, оно и в общении, оно и в мире, и в покое. Бедность и богатство это вообще состояние нашего мышления. Это не физическое проявление, это состояние нашего мышления. И наше мышление, оно должно измениться. Из бедности перейти в богатство, в изобилие и в полноту. Когда Адам был совершен, когда была совершена вся земля, вся вселенная, все, что нужно было для человека, для нас, бог уже сделал. И слово Эдем, оно переводится как рай, полнота, радость, изобилие, достаток. То есть смысл этого слова. То есть когда Адам был помещен на эту землю, то он в изобилии, да, был в идеальных условиях помещен. Но когда пришел грех, то Адам все это потерял. И в Адаме каждый из нас все это потерял. К нам пришел дефицит. К нам пришел недостаток, нехватка. И у нас стало дефицитарное мышление. Вы знаете, все, я думаю, что было это время в России, да, когда был дефицит. Когда колготок нет, когда носков нет по талонам, масла по талонам. Вот дефицитарное мышление. И у нас до сих пор оно осталось. Нам нужно изменять это мышление. Есть такое выражение, всего на всех не хватит. Так как всех много, а всего мало. Вот принцип. Всего на всех не хватит. Чего всего, на кого на всех. Вот не хватит и все. Я размышляла над этим, знаете, слышу такой четкий, явный голос внутри. Много хочешь, мало получишь. Кто это говорит сейчас? Иногда, когда ты молишься, молишься, да, и ты получаешь от Святого Духа ответ. Кто здесь? И вот здесь много хочешь, мало получишь. Это кто вообще говорит? Это ты говоришь. То есть вот когда давно, где-то, кто-то сказал эту фразу, я приняла это в свой Дух. И все. Много хочешь, мало получишь. И у меня, знаете, сразу другая колонка. Здесь вот, значит, это негативное мышление, дефицитарное. И другая колонка. А Бог говорит, что получите даже больше того, о чем просите, и даже не помышляете, но получите. То есть нам нужно отлавливать вот эти вот вирусы, эти инфекции какие-то в наших мозгах, в нашем разуме, и спрашивать вообще, кто это говорит. Верю я в это, принимаю я это или нет. Если, опять же, про мою маму наглядный такой пример, что она говорит, что вот у нее, у мамы, значит, диабет был у нее, значит, наследственность такая, нам нужно очень бояться, очень напрягаться, чтобы у нас этого не произошло. Но это произойдет, потому что это было там-там-там. Если давление повысилось, это было у меня там-там-там-там-там, у бабушки и у дедушки, значит, в твоей жизни будет. Я говорю, а у меня не будет, потому что я знаю, что на кресте все эти болезни остались. И нам нужно с этим мышлением работать. Нам нужно, ну, я не знаю, даже просить у соседа. Потому что мы не осознаем какие-то фразы, мы говорим, но мы их не осознаем. Смысл, который вложат в эти фразы. Но этот смысл, он действует. Что бы мы ни сказали, оно происходит в нашей жизни. Потому что мы творящие духи. В нашей жизни уже это есть, мы уже творим. Но вот творим каляку-маляку. Я думаю, что научимся. Очень быстро нам надо научиться красивой мысли, потому что, ну, натворили уже достаточно. Нужно уже вот перетворить как-то. Да, надо перетворивать, перетвориться. И та победа, которую Иисус приобрел для нас, она не начнет действовать в нашей жизни, пока эта победа не пройдет в наш разум. А потом в дух. Мы должны понять это. Мы должны попросить у святого духа, чтобы он открыл. Потому что без него, ну, никак не влезает она туда. Без него никак не познается эта жертва, никак не познается любовь отца, который отдал своего сына на крест. Которого били, над которым издевались. Только дух может это открыть. И через духа святого, через это понимание мы освобождаемся. Приходит реальная свобода. Вчера ты только думал по-другому, а сегодня что-то в твоем духе переключилось, и пришло это вообще. И жизнь, она меняется. Написано, выйди из земли родства твоего. Почему нам нужно выйти из этой земли? Земля родства это то, в чем ты жил. Это не значит, что нужно уйти из своего дома, уехать куда-то в другую страну. Нужно вот, опять же, в разуме выйти из земли родства твоего. То есть не думать так, как думали твои мамы, как думали твои папы, как думали дедушки и бабушки. Вот Бог сказал, выйди из этой земли. Потому что, ну, не получится ничего в этой земле. Не получится по-другому жить, если ты так мыслишь, если ты так понимаешь. И нам нужно выйти из этой земли и, ну, я думаю, помочь и тем нашим родственникам, которые еще есть в этой земле, потому что, потому что оно работает. Потому что и моя мама, она уже начинает мыслить по-другому. Потому что она, ну, я не знаю, Дух Святой так работает. Что он хочет вообще, чтобы все люди были спасены и никто не погиб. И поэтому через нас оно приходит. И я получила откровение о том, что если Бог пришел в твою семью, значит, Он пришел ко всей твоей семье. В твой род. И твоя семья, она будет спасена. Рано или поздно. Бог знает это время. Бог знает, какую ситуацию нужно сделать. Бог знает, как нужно его вообще довести до этого состояния. Ну, вот иначе у нас не получается. Нужно довести до какого-то состояния, откуда мы уже начинаем как-то выкарабкиваться. И то, что я обещала вам показать, пример. Я спрашивала у Бога, что значит вживить мысль. Что значит вживить откровение. Знаете, есть слово Логос, это вот слово Библии, то, что написано, да. Есть слово Рэм, которое ты получаешь как откровение. Раньше я иначе получала откровение. Опять же, разум. Я начинала как-то размышлять, что-то приходило, но настолько сильного изменения не было. Но я просила у Духа Святого, открой мне, покажи, что это значит вживить вот это откровение, свой Дух. И однажды он показал мне, но это было вот два метода, два способа. Первый раз был. Иоанн пишет, что когда я был в Духе. Я не знаю, какие-то происходят переживания в моей жизни. И я не знаю, как донести людям, чтобы они поняли. И когда я училась в школе, когда я работала уже, мне говорили, что Нина, какая-то ты странноватая. Я думаю, что люди так и продолжают думать, что вот она разговаривает с Богом, что-то она там слышит. Говорят, почему, если ты говоришь с Богом, это молитва, а если Бог говорит с тобой, то это белая горячка. Но вот реально Бог, Он говорит. И у меня было такое переживание, когда я просто легла на кровать, представила себя на траве, лежащей на траве. И рядом со мной, ну как-то вот совместно со Святым Духом, это было сотворчество. Он мне показывал какие-то картины, я спрашивала, что это такое происходит. Я лежу на траве, и рядом со мной начинает расти дерево. Большое, большое, большое. Дух Святой спрашивает, что это такое? Ну, дуб. Что означает для тебя дуб? Я начала размышлять, что значит. Потому что нам нужно размышлять над Словом Божиим. Размышлять это значит какие-то образы, картинки, на что это похоже, с чем это можно сравнить. Потому что Бог в Библии сравнивает. Он сравнивает праведника с пальмой, с кедром ливанским. И вот что это такое? Дуб, какой он могучий, основательный, крепкий. Что вот это для тебя? Я стала перечислять эти качества дуба. И потом я стала видеть, как бы, знаете, вот корни внутрь у этого дуба. Ну, мы знаем, что у каждого дерева есть внутри корни. Мы их не видим, но они там есть. И как бы я стала видеть вот эти корни. Глубоко-глубоко у дуба корни внутрь. Потом эти корни стали переплетаться вот как бы со мной. Я увидела, что наша кровеносная система, лимфатическая система, это такие же переплетения, это такие же корни. И вот этот... Эти корни стали внутри меня. То есть вот эта мысль, это Слово Божие, оно стало вживляться. Через некоторое время Дух Святой сказал, что укоренённый и утверждённый в Божьей любви. То есть Слово Божие, оно вот живое, оно начинает работать. Через некоторое время я стала подниматься над этой поляной, и дуб стал маленький, поляна стала маленькая. И знаете, как бы вот капля такая, большая капля, и стала падать вниз. Я понимала, что это как бы вот я. Вот эта капля, она упала в океан. И пришло такое понимание, что это океан Божьей любви. Укоренённый и утверждённый в Божьей любви, да. Это океан Божьей любви. Я поняла, что я просто там капля. И ты там капля. Но каждая капля, она особенная. Вот ты особенный для Бога. Бог создал тебя таким особенным, не похожим на других. И никто другой за тебя не может сделать в жизни то, что ты можешь сделать. И поэтому каждый для Бога очень ценен. И каждый из нас, мы ценность друг для друга. Это понимание всё больше и больше стало приходить, что каждый из нас, он ценность. Бывает сложно это понять, бывает сложно это принять. Потому что многие женщины, когда мы им служим, мы говорим, что вот смотришь, ну очень красивая женщина. Ей говоришь, что ты такая красивая женщина. Это не про меня. Я всю жизнь считала себя уродом. Говорю, это как-то. Я говорю, даже не понимаю, как могла ребёнка родить, как вообще мужчина ко мне подошёл, потому что я урод. Откуда это вообще пришло? А я не знаю, откуда это пришло. Вот кто-то когда-то сказал, и теперь мы с этим живём. Но Бог говорит, что ты прекрасна. Ты прекрасна. И нужно это принять, попросить у Духа Святого. Опять же, сами мы не можем это принять. Только Дух Святой может открыть эту ценность самого себя для тебя и для других людей. И следующее. Это был один вариант. Я думаю, что это очень быстро произошло. Но оказывается, прошло полтора часа пока вот эти вот корни, пока это всё в виде не было. И другой вариант. Когда я проснулась утром, и Бог говорит, что праведник цветёт как пальма, возвышается подобно кедру наливания. Давайте мы это посмотрим. Псалом. Псал 91.13 Праведник цветёт как пальма, и завышается подобно кедру наливания. Насаждённые в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нём. Вот этими словами Писание описывает процветание и возвышение праведника. Но здесь уже мне Дух Святой сказал, пошли, будем размышлять по-другому. Я пошла, залезла в интернет и стала искать там. Почему вообще пальма? Почему кедр? И что это значит? И вот я нашла, что пальма – это очень плодовитое дерево. Некоторые деревья плодоносят более ста лет. И секрет неувидаемой красоты этой плодовитости пальмы в том, что её горни очень глубоко-глубоко-глубоко уходят в землю. Если даже она растёт в пустыне, она укореняется так, что из подземных вод она берёт то, что для неё необходимо. И вот это первое видение, которое у меня было про корни, про воду, это говорит о том, что праведник, он, если укоренится в Божьей любви, если он укоренится там, то он будет свести как пальма. Мы бывает, что вот так вот приклеили праведник, цветёт как пальма, но что-то не цветётся, что-то как-то не получается. И вот когда ты в дух свой получишь вот это цветение, когда ты получишь очень понимание, почему пальма, почему она цветёт, нужно понять, что нужно укорениться. И для того, чтобы пальма вообще росла, вот такой красивый, ей нужно два условия, это вода и свет, солнце. То есть для того, чтобы мы праведники цвели, нам нужен Бог, потому что Бог за свет, и нам нужна вода, нам нужно питание Слова Божьего. По-другому у нас никак не получится. Аффирмациями мы не станем праведниками, мы не сможем себя вообще убедить, что мы праведники, потому что мы честные должны быть перед собой, потому что Вселенная, она, Бог, нас понимает так, как вообще внутренность наша отражается. Тот запрос, который есть у нас внутри, на это всё откликается. И мы не сможем обмануть ни Святого Духа, ни Бога. И вот эта пальма, она не производит вообще ничего, что может быть бесполезным. И ствол, и корни, и плоды, всё это употребляется для чего-то. То есть, да, нет ни одной бесполезной какой-то части у праведника. У нас всё для того, чтобы во благо, и себе, и другим. Дальше я читала, что пальма никогда не сбрасывает листву. Она постоянно цветёт, приносит плоды. Её древесина неподвижна гниению. То есть, ну, ничто не может поразить её, потому что она питается, потому что она крепкая. И вообще праведник, он не может быть поражён чем-то. И одно орудие, направленное против меня, не будет успешно, да? Если ты укоренён в этом слове. Если Слово Божье в твоём разуме, то ничего не сможет повредить. И затем я смотрела, ливанский кедр. Кедры вообще, они росли. Это была долина, Ливан. То есть, это была такая горная местность. И кедры, они росли на самой верхушке горы. И вот эти кедры, они были очень большие. Они до 50 метров в высоту. Где-то, если высота потолков комнаты 2,5 метра, то где-то 20-этажка, да? Вот на возвышенности горы 20-этажный кедр стоит. Вот праведник. Вот мы такие. Бог нас такими видит. Такую картину Бог нарисовал. А мы считаем, что мы саранча. Вот такие вот кедры там стоят большие. И в глазах наших мы как саранча. Мы какие-то уродики. Мы какие-то не такие. У нас чего-то не достается. Но Бог смотрит на нас по другим углам. Он смотрит другими глазами. И нам нужно уже научиться, согласиться, принять. Да, Господь, ты так мыслишь. Я принимаю Твое Слово. Да, будет так. Дух Святой сойдет на меня. С силой Всевышний Василь. Но не знаю, как это будет. Но пусть так будет. Когда я выключила слово, что ты будешь служить на энкаунтере, я говорю, ну как вот вообще можно? Ну зачем? Я метр пятьдесят девять. Ну есть же вот побольше, побольше. Пусть они там. Но Он сказал мне то же самое, как и Мария. Дух Святой сойдет на тебя и сила Всевышнего оснит. Аминь. Ничего не поняла? Я говорю, хорошо, ладно, пусть так будет. И знаете, оно получается, если ты соглашаешься, если принимаешь внутрь себя Слово Божие, оно будет работать. И ты сможешь стать тем, кем ты задумал сам себя, кем задумал Бог. Потому что мысли Бога, если ты услышал эти мысли, если ты согласился, то это будет в твоей жизни. Аминь. И еще кедр выделяется тем, что он отличается своей породой. То есть вот эта вот долина Ливан, там были растения, ну кустарники какие-то, вот такие вот растения, которые не очень высокие были. И они росли очень близко, ну вот сплошь. Если с самолета смотри, то это просто как поляка, такая травка. А вот эти кедры, они высокие, они возвышались. И их ветви, они были под прямым углом. То есть вот так вот. Вот такие были кедры. И они выделялись. Среди другой растительности они выделялись. Их также до трех тысяч лет могли расти эти кедры. Ветри тысячи лет. И очень сильный запах, аромат из-за смолы, которая содержится в этом дереве. Для чего использовали кедры? Из кедра делали храм. Дворцы, храмы, лодки сюда делали, и они не портились. То есть это было ценное дерево. И Бог говорит, что Он сравнивает нас с кедрами, с пальмами. То есть мы ценные. У нас есть то, что может для других быть полезным. У нас есть все, что нам нужно для того, чтобы мы процветали, для того, чтобы мы были великими. То есть мы, как праведники, мы выделяемся примерностью положения. Бог сказал, что будете на высоте и не будете внизу. То есть подобно кедрам, мы на высоте, мы видны, нас видно. И люди это замечают. Но иногда мы не придаем этому ценности. Мы сами себя не ценим. Люди это начинают видеть, начинают тянуться. А мы, да ладно, что там? Но Бог хочет, чтобы мы были, как кедры на Ливане. Он видит нас кедрами. Он видит нас людьми, которых видно, которых замечают и которые могут что-то сделать. И пусть эта картинка, она останется в твоей голове. Каким ты являешься? Ты на высоте. Ты отличаешься от других людей. Тех людей, которые еще не знают Бога. Ты выделяешься среди них. Для того, чтобы они тоже смогли возвыситься. Для того, чтобы они могли познать Бога. И изменить свое мышление. Поменять свое мышление. Потому что мир, он устал от того негатива, от той боли, которая есть. И народ, он хочет выйти. Он желает измениться. Но он не знает, у него нет этих механизмов. Очень много каких-то книг, очень много какой-то информации. И люди идут на эти тренинги. Они идут и учатся. Но там не достает чего? Там не достает Духа Святого, который сможет это включить. Который сможет спустить вообще этот механизм в жизни. И я думаю, что наше мышление, оно потихоньку, помаленьку меняется. И мечты Бога, они становятся нашими мечтами. И со Святым Духом мы это можем исполнить. И вот такие две книги у меня осталось очень немного. Дмитрий Макаренко «Скажи, горе» две части. Здесь вторая книга «Сила сотворения». И первая книга, там есть места писания, там есть обетование, которые мы можем брать и размышлять. И там очень простым языком написано, как это все работает. И как мы можем это включить вообще в свою жизнь. Очень много новых людей. И я думаю, что не у всех еще есть эти книги. У меня осталось 16 комплектов. Так что кому, если нужно будет, подойдите, пожалуйста, ко мне. И давайте помолимся. Спасибо большое. Спасибо большое. Почти, я благодарю тебя. Спасибо.